Металл один из самых разнообразных жанров современной музыки. По количеству его ответвлений и направлений можно смело писать докторские диссертации. Различные вариации металла формируются по звучанию, лирике, идеологическим направлениям музыкантов. Можно встретить фанатов металла среди любителей литературы Лавкрафта, среди правых радикалов или даже среди рэперов. Среди всех есть металлисты, металл проник везде и все, что могло, проникло в металл. Но ни с чем он не смотрится так противоречиво, как в паре с религией. Здрасте, вы на канале Сейна и сегодня мы поговорим о запрещеночке со всего света. Религиозный металл. В массовом сознании очень сильна ассоциация металла и сатанизма. Хотя нужно понимать, что по большей части исполнители брали разные атрибуты наугад. Просто пытались визуализировать свою злую музыку какими-то атрибутами, которые находили просто везде, где могли добраться. И тот же Оззи Осборн, который во многом ответственен за формирование этого стереотипа про связь металла и сатанизма, был искренне удивлен сатанистами, которые собирались у его гостиничных номеров. И он им пытался объяснить, мол, ребят, ну я сам-то не, я просто атрибуты взял, но было уже поздно. Так вот, наши сегодняшние герои относятся к своим религиям гораздо более серьезно. Вообще весь религиозный металл можно условно поделить на непосредственно религиозный и антирелигиозный. Это в свою очередь отражает то, что происходит в самом обществе. Пока одни по преданиям предков и вообще многовековым традициям объясняют необъяснимое божественным вмешательством, других скорее просто привлекает все оккультное, таинственное, покрытое мраком. Там тайные книжки, демоны, духи и где моя натальная карта. И тут у нас одновременно и, мягко скажем, неоднозначное отношение к религии разных членов общества, а с другой стороны огромная культурная база, которую действительно многими веками накапливала что религия, что всякие народные поверья, образы, легенды, мифы и так далее. Начнем наше повествование с 2010 года. В тот момент сатанизм уже неплохо продается. Правда, массовая публика воспринимает сатану, чертей и присподню не сильно серьезнее, чем Саурона, орков и Мордор. За пределами андеграунда антихристианские образы давно мелькают в клипах и выступлениях групп вроде Мерлин Мэнсон, Пауэр Вульф или Слепнот. Да и публика привыкла к этому еще со времен глэм-рокеров, та же группа Кис, которая существовала давным-давно, и Элис Купер, мастодонт, вдохновивший целые поколения музыкантов, которые сами успели стать мастодонтами на музыкальной арене, и среди них не только металисты. И именно в это время на сцене появляется Папа Эмеритус Первый и его безымянные гули, а вместе они составляют группу ГОСТ. Корпс Пейнт, а именно так называется вот этот блэк-металлический раскрас лица, и Сутана Великого Понтифика поначалу не впечатляют толпу. Первые выступления шведской группы ГОСТ проходят сравнительно тухло. Свежего звука оказывается недостаточно для искушенного слушателя, хотя их уже в тот момент хвалил сам Джеймс Хэтфилд. Группа ГОСТ уже появлялась в моих видосах, и скажу честно, я их обожаю. Но, согласитесь, ретро-рок, который исполняют челы, которые выглядят как какие-то религиозные блэкари, ну, звучит так сложновато для выкупания, и на первых этапах ГОСТу уже сыпали серьезные респекты, но при этом встречали их, ну, недостаточно ярко и недостаточно с почестями, особенно учитывая то, сколько сил вложено в создание всех вот этих концепций, что, естественно, смучало членов группы. С каждым новым альбомом образ фронтмена менялся. Из этого ГОСТ вырастили целую вселенную, в которой живут персонажи группы, и в которой происходят действия их короткометражек. На место зловещего Папа Эмеритуса Первого приходит Папа Эмеритус Второй, далее закономерно Папа Эмеритус Третий, а его сменяет Кардинал Копия, позже ставший Папой Эмеритусом Четвертым. Первое время Папа окружает себя ореолом таинственности и принципиально не дает никаких интервью журналистов. За него это делают его слуги-безымянные гули. С ростом популярности становятся большие декорации, они обрастают красочными витражами. Дым, огонь, конфетти — все атрибуты успешного шоу появляются на концертах ГОСТ. Образ Папы проходит путь от надменного и медлительного к более оживленному и вызывающему, который, скорее всего, как минимум удобнее отыгрывать. И вряд ли на метал-сцене есть сатанисты гламурнее и попсовее, чем ГОСТ. В хорошем смысле, конечно. При этом, опять же, они не блэкари и не звучат так совершенно. Их музыка, скорее, напоминает какой-нибудь гламурный метал от Кис или Бон Джови, чем привычную зарубу даже от тех же Слейера, Металлики и Мегадет. Манера вокала классическая для 80-х годов, немного гнусавая. Минимум брутальности, максимум ностальгии. Несмотря на стремление к ретро-звуку, ГОСТ не боятся экспериментировать. Что использовать хор, что разбавлять песни атмосферными инструменталами, расщеплять связки и даже играть с танцевальными ритмами вальса и рогетона. Да и вообще, Гомарджоба постмодерн, стилизация и заимствование здесь далеко не только в музыке. Весь визуал ГОСТ, который, безусловно, прекрасен и охуителен, построен на том же самом. Почти все клипы отсылают к произведениям кинематографа 20-го века. Один только клип на песню Square Hammer подражает одновременно стилем Носферату и Чарли Чаплина и происходит в декорациях Метрополиса Фрица Ланга. ГОСТ не может обойтись без отсылок к Комину. Даже лицо кардинала копии напоминает лицо актера Винсента Прайса, популярного актера фильмов ужасов. Стоит заметить, что ГОСТ не поворачивается язык назвать прямо-таки антирелигиозной группой. Скорее, они просто берут атрибуты католичества для того, чтобы создавать сатиру на религию в общем. Ну и, в принципе, на любые идеологии, управляющие массовым сознанием. Например, для церкви вполне характерна борьба с инакомыслием. Нам это вообще довольно-таки знакомо. И в этом случае любовь к ближнему легко заменяется ханжеством и ненавистью. Именно про это написана песня Red. Ну и достается далеко не только католической церкви, в истории которой, безусловно, было очень много крови. Например, песня He Is написана как типичная протестантская ода. Пара строчек, и она легко превращается в восхваление сатаны. А у некоторых течений протестантской церкви больше общего с шоу-бизнесом, чем с религиозным движением. Тем не менее, люди готовы поклоняться подобным спикерам и проповедникам. В теории, они готовы поклоняться вообще кому угодно. И, собственно, это и высмеивает клип He Is, в котором папа выглядит как типичный пастор на соответствующем мероприятии. Он собирает прихожан на проповедь, зрелищно изгоняет дьявола, купает молодых девушек в реке, возвышается над прихожанами и упивается всеобщим поклонением ему. При этом, из-за масштаба религиозного влияния на протяжении всей истории, у ГОСТ есть возможность на этом базисе критиковать вообще все, что угодно. Например, песня Mommy Dust доводит до абсурда любовь к чрезмерной роскоши и вообще деньгам. А последний альбом, который, повторюсь, охеренный и называется Импера, довольно прозрачно намекает на обреченность имперских амбиций. И это тоже очень актуально, к сожалению. Довольно долгое время группа ГОСТ сохраняла анонимность. По словам фронтмена Тобиаса Форге, не то чтобы никто из фанатов не видел его вне образа, а аудитория группы просто была настолько лояльна, что не дианонила их даже при возможности. Но в 2017 году анонимности ГОСТ пришел конец. Музыканты подали в суд на фронтмена, он же автор песен и автор вообще критического большинства всего, что ГОСТ из тебя представляет. И причиной этой самой подачи в суд стало то, что гонорары не делились поровну, как было обговорено. Оказалось, под маской скрывался Тобиас Форге. До ГОСТ он играл в разных группах, и экстремальных, и попсовых, и на момент создания группы у него была жена и двое детей, а самому Тобиасу было уже по 30. Однако конфликт не сильно ударил по репутации группы. Форге, как настоящий диктатор, выгнал всех старых музыкантов, которые и так были безымянными гулями, набрал новых и подтвердил слухи и непроверенную информацию о том, что все он пишет сам, тем, что новый альбом все такой же охуительный, а гули другие. Но ГОСТ это откровенно вегетарианская музыка по сравнению с остальными героями сегодняшнего видоса. Вообще сама оккультная символика настолько далеко зашла в поп-культуру, что давно перестала иметь прямое отношение к религии и с ней прямо ассоциироваться. То есть того же Мерлина Мэнсона язык не повернется назвать андеграундом. Да и ГОСТ, честно говоря, тоже, они собирают огромные площадки. Финская группа Хим вообще построила музыкальный образ на переплетении сатанизма и любовной лирики. Да и сами сатанинские образы в поп-культуре встречаются сплошь и рядом. Тут у нас и многочисленные фильмы ужасов про экзорцизм, комиксы про Константина и призрачного гонщика, популярнейшие видеоигры вроде фэнтезийных героев Меча и Магии, Devil May Cry или Doom. При этом более религиозный и брутальный блэк-метал никуда не пропал. Он существует параллельно и выигрывает от этих тенденций. Экстремальные жанры не превратились в мейнстрим, хотя и смогли выйти из андеграунда. В этом направлении помимо сатанистов есть и антисатанисты. Они звучат так же, выглядят так же, записывают музыку на тех же студиях и выступают на тех же фестивалях. Также агрессивны, но при этом еретики. И однажды среди трудноразличимых уайт и блэк-металистов появился коллектив, который окончательно всех запутал. Речь про группу Батюшка. Или вернее сказать... Батюшка. 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 Коллектив появился в 2015 году. Гитарист из Белостока Кшиштоф Дробяковский, он же Кристоф, впечатлился в видео с выступлением православного хора, а точнее комментарием к этому видео. Зритель отмечал, что в православном хоре больше металлического, чем в сатанинских блэк-группах. Так родилась идея создания группы, которая будет исполнять религиозные тексты под тяжелую музыку. У Кшиштофа уже был опыт игры в блэк-металлических группах, и он взял за основу как раз этот стайл и прибавил к нему звон колоколов и раскатистое низкое хоровое пение, чтобы как раз и получить уникальный саунд Батюшки. При этом от экстремальности жанра музыкант не отказывался. У нас тут и медленный темп, и скриминг, все напоминает, что мы все-таки слушаем Doom Metal. И для контраста с криками из куплетов припевы исполняются чистым вокалом. Сама манера напоминает церковное чтение псалмов на распев. Батюшка уделяют особое внимание оформлению на концертах. Музыканты исполняют песни на фоне большой иконы со свечами. Фронтмен задымляет зал с помощью кадила, выносит иконы, крестит двумя перстами. Сами музыканты одеваются как монахи-схимники. Схимник — это монах, давший обет соблюдать строгую аскезу. При этом на выступлениях сами музыканты замирают, изображая строгую церковную службу. Крест святого Петра на рясах и черепа среди декораций напоминают о законах жанра. Так создавалась атмосфера на стыке мистической и богослужебной. Это сильно выделяют батюшку на фоне других блокарей. За три года метал-бенд отыграл 165 концертов по всему миру и побывал на четырех континентах. В тексты песен экстремальных метал-групп и так довольно сложновато вслушиваться. А когда они написаны на старославянском, так особенно. А солист батюшки реально изучил мертвый язык, чтобы изменять священные тексты, тем самым трансформируя их смысл. Так, например, когда он меняет местоимения в них, это превращается из обращения к Всевышнему в его собственный эгоцентрический опус. Естественно, это тоже совершенно еретически. В разговорах с прессой Кристоф уклоняется от вопросов о смысле текстов и не позиционирует себя ни как атеиста, ни как примерного христианина. Про батюшку часто говорят. Это то, как я представлял себе звучание ГОСТ, когда я их в первый раз увидел. Изначальные концепции и приемы похожи, разница лишь в жанрах. И все же ГОСТ после первого альбома начали целенаправленно выходить из ниши в массы. Дробяковский же продолжал работать внутри концепта батюшки, который он придумал. Но вокалист Бартоломей Крысюк увидел потенциал для расширения аудитории. И вот еще в чем батюшка повторил за ГОСТ. В группе произошел конфликт, начались публичные разбирательства, вследствие чего анонимности пришел конец. После затяжного тура Дробяковский писал новый релиз медленно и не хотел давать новых концертов, чтобы не снижать качество материала. Барт же, который исполнял функции менеджера, наоборот, хотел двигаться и распространяться во все стороны. К соглашению они так и не пришли. В итоге Барт зарегистрировал на себя товарный знак «Батюшка» и объявил о новых концертах. Крис ответил на это обличающим видео, где заявил, что батюшка — его детища, а Крысюк — коммерс и вор. И вообще Крысюк. Барт, в свою очередь, не отрицал вклада Дробяковского, но считал, что вложил в группу достаточно, чтобы распоряжаться ее судьбой. И после раскола «Батюшки» были выпущены релизы, которые не отличались названием группы и даже темой, но сильно отличались по тексту и звуку. Крысюк брал старославянские тексты без изменений, и звук стал более вылизанным, а гитарные риффы попроще. Но стоит сказать, что вытянул визуал группы на новый уровень. Появилось больше мерча, весь альбом 2019 года экранизировался, а также появились студийные лайвы. И сейчас Крысюк продолжает исполнять и выступать, при этом не внося никакие изменения в староцерковные тексты, а Дробяковский продолжает их изменять. Обе группы до сих пор существуют, обе батюшки, и противостояние концепции против коммерции идет до сих пор. Фанаты батюшки наверняка могли слышать истории про то, как православные активисты отменяли их концерты в России и Белоруссии. Но есть музыканты-металисты, которым гораздо сложнее. И эти музыканты в мусульманских странах. Да, там тоже распространяется металл, и в отличие от наших стран, он там запрещен. Часто там запрещена рок-музыка в принципе. Однако, тем не менее, там продолжают творить группы, такие как Аль-Намрут. По звучанию это классический блэк-метал только на арабском языке. Звучит специфически. По текстам трудно понять, лирика атакует ислам как таковой или тех, кто его использует, чтобы править. В любом случае, на родине Аль-Намрут в Саудовской Аравии это одно и то же. Шайтанисты не выступают живьем и хранят анонимность. В отличие от Гост и Батюшка, пиар-ход оправдан еще и тем, что участники группы рискуют оказаться за решеткой. Аль-Намрут это не единственный пример. При этом невозможно проверить, поют ли под этим названием настоящие аравийцы. Возможно, это мистификация и группа лишь один из антимусульманских проектов, которых в США стало много после терактов Аль-Каиды. Однако мусульманство существует не только в теократиях. И ни в одном светском государстве оно не развито так, как в Индонезии. Здесь ислам исповедует 88% населения. И именно тут существует группа Voice of Base Proud. Три школьницы в хиджабах стали известны далеко, за пределами родной западной Явы. Этот регион один из самых ортодоксальных в отношении ислама. История V.U.B. заслуживает отдельной экранизации. Известно много групп, которые образовались в школьной среде. Но много ли из них получили первую поддержку от учителя музыки? Он же стал их менеджером и автором текстов группы. Звучание Voice of Base Proud — это синтез жанров. Скоростные грязные рифы и молотящие ударные задают тон звучанию, делая его близким к металлике. В него вплетаются речитативы а-ля System of a Down и Rage Against the Machine. И там же виртуозные бас-партии а-ля Перцы. Даже перепевая чужие песни, V.U.B. сохраняют этот стиль. Могу порекомендовать довольно забавный кавер на системовское АИАО. Обожаю это название. Имидж группы сложился естественным образом. На появление трех девочек в хиджабах моментально отреагировали религиозные фанатики и просто ортодоксальные мусульмане. Западные интервьюеры один за другим спрашивали девочек о хиджабах. И в свою очередь творчество в V.U.B., как и очень много протестной рок-музыки, это реакция на критику и непонимание. Бог не принадлежит только одному человеку или только одной группе людей. Бог принадлежит каждому, кто верит в него. То есть каждый имеет право творить и нести ответственность за свои творения, данные Богом, в которого он или она верит. Это говорит в одном из интервью вокалистка группы Фрида Курния. Выступая на Западе, V.U.B. подчеркивают, что ношение хиджаба никак не противоречит их свободе самовыражения и пытаются смыть кровь с образа мусульманки. Детская наивность и непосредственность, кажется, подкупают европейскую публику. И подумайте, в каком удивительном мире мы живем, что мусульманские девочки играют хэви-метал и им доказывают западным зрителям, что таким образом мусульманская женщина может заявить о своей индивидуальности, и хиджаб совершенно не стирает ее личность. Потрясающе. Думаю, после предыдущей группы вы готовы уже вообще ко всему, и не кажется таким уж удивительным, раз Дробяковский, создатель батюшки, расслышал металл в церковном хоре, то почему бы не расслышать его в горловом пении буддистских монахов? Ударник из Тайваня, Джек Танк, рос в семье буддистов. Тайвань начал путь к демократии, и это принесло в страну новый для него звук. Звук экстремального металла. Джек захотел смешать буддизм и дэт-метал. Идея родилась в 2007, но реализовалась только к 2018. Трудновато было найти музыкантов, которые согласны играть в религиозной группе, которая сочетает символы насилия и смерти, и при этом созерцания собственного духа. Группа называется Дхарма. В текстах песен используются сутры. Тексты, в которых излагаются основы буддистского учения. Конечно же, группа поет на санскрите. Дхарма начала выступать в 2019 году, но ковид притормозил прогресс проповедования буддизма. В 2021 году группа выпустила EP, адресованный будди-медицины. Да, буддистский религиозный металл тоже умеет в актуалочку. Дэт-метал эстетика обязывает создавать устрашающий образ. Дхарма выступает в кровавом гриме. По словам танго, такой вид должен отгонять злых духов. Насколько мне известно, в процессе распространения буддизма из Индии появилось множество различных статуй Будды, изображающих Будд в виде гневных стражей. Насколько я понимаю, этот сердитый вид Будды служил либо для защиты монахов и верующих от проявления гнева, либо для защиты Дхармы от вреда. Эта бушующая и устрашающая сторона Будды идеально совпадает с образом и музыкальными характеристиками black и дэт-металла. Тут не поспоришь. Скриминг и пулеметный темп звучания Дхарма отрабатывает жанровый минимум. Но сюда присоединяются тайваньские инструменты и настоящее пение настоящей монахини Мяо Бэнь, которая выступает вместе с коллективом. Почему монахиня присоединилась к группе, которая играет музыку в агрессивном жанре и использует оккультные символы? Мяо Бэнь отвечает на этот вопрос так. Буддизм не имеет формы. Иметь Будду в наших сердцах важнее. Это просто еще одна форма буддийской церемонии сутры. Все-таки практикующие буддисты вряд ли переместятся из тихих укромных мест и храмов на метал-концерты. Однако люди, приходящие на выступления Дхарма, выходят с них с явным интересом к буддизму, а сама монахиня жертвует деньги, заработанные на выступлениях детям в Африке. Вот так. Из всего спича выше, самым интересным, мне кажется, то, что очень многие из этих групп имеют разного рода созидательный подтекст. То есть одно дело музыку, которую мы играем, чтобы наши слушатели дрыгались и мошпитились на концертах, другое дело, какой месседж и какие действия мы реально несем. И очень приятно видеть, что в большинстве своем метал влияет на мир вокруг скорее позитивно. А вы уже повлияли на этот видос позитивно тем, что досмотрели его до конца? Осталось только подписаться на канал, поставить лайк, написать коммент. А еще, если вы вдруг не знали, у меня есть паблик с огромным количеством отложенного там музлаки, нища, книжек и всяких других рекомендаций. Там буквально сотни постов, которые я делал долгие годы, и туда можно получить вход меньше, чем за 5 баксов. По нынешним временам это, ну, наверное, бакса 3. Если смотрите через бару месяцев, наверное, полдоллара там эти 350 рублей на бусте. Так что не стесняйтесь переходить на бусте и поддерживать мой канал. Также не стесняйтесь приходить на мои замечательные стримы, где мы слушаем музыку. А на этом все. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. А-